На библейский портал XGET поступил вопрос У меня прошла влюбленность Должен ли я продолжать отношения? Может быть это будет для вас новостью Но влюбленность проходит у всех и всегда Влюбленность это такая часть психофизиологического процесса Которая связывает человека с привлекательностью По отношению к противоположному полу Это зависит от весны, от вашего настроения Даже будучи, помним, один молодой человек сказал Вычислил я закон влюбленности Чтобы человека влюбиться, нужно испытать с ним Либо три радости, либо три горя Вот видите, эмоциональная подгрузка Она привлекает человека К другому человеку Противоположного пола Но пройдет время и это пройдет Влюбленность и любовь Это не одно и то же Любовь Вот когда любви И особенно в современном нашем пространстве Начинают говорить о любви Я вам всегда предлагаю опуститься на землю И почитать апостола Павла Апостол Павел нам дает критерии оценки любви Любовь долготерпит Милосердствует Любовь не завидует Любовь не превозносится Не гордится Не бесчинствует Не ищет своего Не раздражается Не мыслит зла Не радуется неправде Сорадуется истине Все покрывает Всему верит Всегда надеется Все переносит Вот смотрите Вы попробуйте свои отношения Перенести То что вы пытаетесь назвать Влюбленностью или любовью Вот в рамке этих критериев И подумайте Ваши отношения Это любовь или нет Настоящая любовь Она на самом деле Очень долго терпит Вот знаете Сейчас вспомнились Слова святителя Николая Сербского Когда заканчивается любовь Человек начинает искать справедливость Поиски справедливости И есть первый показатель того Что внутри нас Закончилась любовь Мы перестали долготерпеть Милосердствовать Мы перестали Все прощать И не раздражаться Мы ищем только одного Отношения К самому себе Вот потому что Любовь Центром этого понятия Является Бог Вчера спросили Какое у вас Батюшки Понятие Ассоциируется Со словом Бог И все батюшки Ответили Любовь Бог есть любовь Вот если бы Бог был бы справедлив То я бы был бы мертв А В связи с тем Что я жив Я понимаю Что Бог-то не справедлив Просто Бог Милосерд И любит всех нас Больше чем мы Того заслуживаем Вот и нам бы Этому поучиться И попытаться Все свои отношения Которые мы Подводим Под слово Любовь Определять Не нашим Внутренним Эмоциональным миром А все-таки Словами апостола Павла Из первого послания Из тринадцатой главы Почитайте пожалуйста Я думаю Вам пригодится Аминь Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok